Сегодняшний юбилей — это не просто 30 лет какому-то музыкальному каналу, на самом деле бывшему музыкальному каналу, а это возможность из сегодняшней точки ретроспективно посмотреть, что произошло с миром, с западным миром, да и не только с западным, за последние 30 лет. И это очень важная история. Ну, прежде всего, что такое MTV? MTV — это Music Television, музыкальное телевидение. Сегодня на MTV практически не показывают музыкальных клипов. Это телевидение, в котором есть ток-шоу, показывают мультфильмы и прочее, прочее, прочее. Но музыки там уже нет как таковой. Это история о том, как 30 лет тому назад поп и рок-музыка были, особенно поп-музыка, важным, но не важнейшим из современных искусств, а телевидение, наоборот, было как раз важнейшим. За 30 лет произошло изменение. Телевидение перестало быть таковым с развитием интернета, а поп-музыка и поп-культура стала, ну, в общем, в центре сознания современного западного человека. Это общие черты. Теперь поговорим о частностях. MTV 30 лет назад фактически оправдала и создала давлением формата, новыми технологиями и так далее, такой жанр, как видеоклип. Это не значит, что до 1981 года не снимались некие сценки, телевизионные сценки или ролики, которые сопровождали исполнение тех или иных песен. Безусловно, такие были у «Битлз», у «Дэвида Боуи», у группы «Джет Ротал» и так далее. Но по качеству это были, скорее, действительно музыкальные телесценки, телекапустники, какой-то КВН на фоне сегодняшнего развития технологии видеоклипов. Появление видео как технологии, во-первых, и во-вторых, жесткий формат MTV, 3-3,5 минуты, вот из этого давления, из этого пресса, из симпатичной порой, но все-таки браги тогдашних музыкальных сценок, телетелевизионных сценок, появился чистейший спирт нового жанра видеоклипа. Этому способствовали и музыкальные изменения. К концу 70-х годов закончилась эпоха длинноволосых рокеров с их длинными песнями, с невероятно протяжными запилами, с долгими забоями и импровизациями. Все это сошло на нет вместе с брутальным лаконизмом панк-рока и с энергичным совершенно минимализмом диско. Вот из этого варева в начале 80-х появляется постпанк, новая волна, короткие песни, которые так и просились стать основой для совершенно нового жанра, который по-другому объединял изображение и звук. И MTV способствовало этому, собственно говоря, на все 100%. Сегодняшнее MTV это совсем не то, что 20 или 30 лет назад, когда новый клип Питера Гейбриэла или группы Нирвана мог взорвать этот мир. Никакой клип сегодня этот мир не взорвет. Да и клипов практически по MTV не показывают. Все, что вы хотите увидеть в этом жанре, можно сделать на расстоянии одного-двух кликов на вашем компьютере. Телевидение тоже в основном ушло туда же, в компьютер. Что осталось в сухом остатке? 30 лет невероятно интересной истории и один из самых скучных телеканалов, которые сейчас существуют на умирающем телевидении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова